Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. Вы смотрите видео версию сайта на земле инфо, выпускаемую специально для тех, кому сложно или не хочется читать. Ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео. Только для орхидей, голубые, розовые и зеленые японские удобрения. Японские голубые, зеленые, розовые жидкие подкормки для нежной прелестницы орхидеи, употребляются для разных случаев. Травянистые больше подходят для наращивания листвы, розовые для цветущих орхидей, а вот голубые удобрения эти красавицы любят больше всего за поддержку во время стрессовых ситуаций и за то, что с их помощью укрепляется корневая система. Какие японские удобрения используют для орхидей? Для этих цветов используется несколько видов жидкого удобрения от японских производителей Иоркой и Фаима Инк. Они имеют разный цвет и расфасованы в небольшие бутылки. Также для орхидных чаще всего используется три вида жидкой японской подкормки. Голубая. В продаже можно встретить голубое удобрение для орхидей фирмы Фуджима, ПЛЭ-212. Объем каждой из бутылочек 35 мм, а стоимость за всю упаковку может варьироваться от 550 российских рублей. В растворе имеются такие составляющие. Фосфат, карбонат калия, магний, фосфор и кислота. Витамины В и С. Японское голубое удобрение применяется в следующих ситуациях. Необходимо усилить развитие корней. Поспособствовать более продолжительному цветению. Повысить сопротивляемость цветка к вредителям и болезням. Укрепить его иммунную систему. После добавления специальной жидкости в грунт цветок порадует пышным цветением. Розовая подкормка. Эта питательная субстанция, как правило, используется любителями орхидей для развития и поддержания появляющихся бутонов. На рынке можно найти розовые флакончики и оркой, активатор роста и цветения. 10 небольших флакончиков стоит 566 рублей. В составе жидкой подкормки азот, фосфор, калий, а также многие ингредиенты, что входят и в содержимое голубой бутылочки. О них мы уже говорили. Применяется данное средство, как правило, в фазу цветения. Зеленое. Удобрение подходит для наращивания листьев. У продавца его можно найти как Fima Ink GR718 универсальное. Оно подходит для всех типов растений и не только для орхидей, как укрепляющее. Обычно при использовании удобрения травянистого цвета, давно нецветущие орхидеи начинают пышно цвести. Цена за одну упаковку может быть от 250 рублей. Для нежного тропического цветка также можно найти в магазине двойные японские удобрения, две бутылочки зеленого и желтого цветов. Здесь важно предварительно ознакомиться с инструкцией по их применению. На бутылочке должно быть обозначено, что раствор подходит для орхидей. Стоимость двух штук от 260 рублей. Основные ингредиенты в бутылках следующие. Зеленая. Азот. Фосфорная кислота. Калий. Желтая. Минералы. Аминокислоты. Оба флакона следует применять одновременно. Кроме прочих полезных для цветка мер, такая реанимация выручает растение после пересадки, восстанавливает ее в период засухи, поддерживает в холодное время года. Как применять? Все удобрения предназначены для одноразовой подкормки. Различаются лишь цели внесения жидкости в емкость с растением. Для подкормки из голубого или зеленого флакона нужно совершить следующие действия. Срезать сверху бутылочки кончик. Укрепить узкую часть флакона в землю между стеблем и стенками, соблюдая угол 45 градусов. Оставить бутылку в емкости для питания почвы жидким удобрением. Чтобы полить орхидею розовой субстанцией, нужно добавить 5 капель раствора в литр жидкости. Такое удобрение можно применять лишь один раз в месяц. Далее стоит сделать месячный перерыв и повторить процедуру. Плюсы и минусы японских разноцветных средств. Главными отличительными чертами японских удобрений следует назвать их высокое качество. Также можно выделить такие явные преимущества. Сбалансированность в растворе питательных веществ и других ферментов. Экономичность. Стоит отметить, что при неправильном или небрежном использовании разноцветных удобрений могут возникнуть проблемы. Например, если поливать цветок голубой, а не розовой жидкостью, то это отрицательно скажется на новых бутонах. Они быстро распустятся, но также быстро и завянут. Минусом может являться подозрительно небольшая цена за упаковку. В этом случае следует опасаться просроченных удобрений и при покупке обязательно уточнять название компании-импортера. Высококачественные японские добавки с правильным сочетанием биоактивных ферментов и питательных веществ обеспечивают орхидеям не только укрепление и развитие корней, но и способствуют их продолжительному цветению. При прикормке растения важно учитывать, в каком состоянии оно находится, его характерные особенности и время года. В случае, если разноцветные удобрения применяются строго по инструкции на упаковке, то и тропические красавицы будут долго радовать своим цветением. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось, и обязательно делитесь в комментариях своим опытом выращивания растений. И не забудьте подписаться на канал, будет много интересного о домашних растениях и не только.